Чё, я не понимаю, куда все грибы делись, Петя? Ты что ли скушал? Всего же три штучки, блин, нашли коричневого гриба и всё. Ты тоже это слышишь? Откуда эти звуки? Кто-то плачет или что? Ничего не понимаю. Ау, здесь кто-то есть? Странно, очень. Посмотри, кого мы нашли. Так, прямо смотри. Малыш, что ты здесь делаешь? Ещё одиночку, где твои родители? У меня нету родителей. Я сегодня утро проснулся, а я здесь нахожусь. Я не помню, где моя мама и папа. Очень сильно плохо. Мне, пожалуйста, помогите. Так, ну ты, короче, не переживай. Погнали быстренько со мной домой. Мне мама не разрешает именно домой ходить к чужим незнакомым тётям. Успокойся, всё хорошо будет. Ну и что мы теперь будем делать с тобой? Я даже не знаю. Можете, пожалуйста, мне моих родителей как-то найти? Слушай, а как ты вообще оказался в лесу? Я вчера лёг спать, и я открываю глаза, и я уже в лесу. Я сам даже не понял, как я сюда прибежал. Я очень сильно нервничаю и боюсь. Мои родители, походу, меня сейчас очень сильно ищут. Но не переживай, не переживай, найдутся твои родители, всё будет хорошо. Слушай, ну если ты говоришь, что ты вчера ночью лёг спать, сегодня утром просыпаешься, ты уже в лесу, может, ты всё-таки лунатик? Может, ты ходишь по ночам? Тё, очень сильно интересно и странно. Ну, слушай, ну давай тогда пока что быстренько займёмся хоть чем-то. И, я не знаю, до того времени, пока тебя как раз родители найдут. Давай, может, пойду сейчас быстренько именно в полицейский и спрошу, типа, подам заяву, типа, пускай, может, кто-то найдёт твоих родителей. А ты за это время пока что быстренько порисуешь, хорошо? О, хорошая идея, договорились. А мы потом с тобой пойдём погуляем? Ну, посмотрим, посмотрим по поводу. Вон, я, короче, тебя оставляю на Петю. Петя, ты за старшего. Клюва пусти, а ты уже гордо стоит. Так, всё, ты не переживай, всё будет хорошо. Если что, заходишь покушать в холодильнике, там как раз еда есть. Всё, не переживай, я пошла. Так, нужно быстренько поспешить именно в полицейский участок. Какой-то беспредел происходит, я ничего не понимаю. Ну, бывает, я понимаю такие всякие случаи. Ну, блин, я тоже, бывает, ухожу по ночам. Ну, я не знаю, короче, у меня нету просто слов. Добрый день, полицейский. Так, тут, короче, такая фигня. Я сегодня утром ходила именно спеть и собирала грибы. Вдруг слышу какой-то крик и плач. Я ничего не поняла. Начала подходить, смотрю, маленький житель. И я чуть-чуть, мягко скажем, офигела. Я просто не поняла, что он там делает. Но он говорит, что он как раз вчера ложился дома уже спать. Там были родители, так и дальше. И он утром просыпается, а он как раз именно... В лесу. Ты можешь мне чем-то помочь? Я не знаю. Напиши там заявление. Пускай, может, родители именно найдутся. Там, может, я уверена, что его же ищут. Его же не могли так с просони выкинуть на улицу. Ты что? Хорошо, Винка. Я сейчас посмотрю в кодексах. Может, все-таки, да. Может, даже на него тоже написали. Типа, в розыск. Ну, не переживай. Все будет хорошо. Тогда ты, пожалуйста, присмотри за ним. Чтобы он был в целости и сохранности. Вся ответственность будет как раз на тебя. Если что-то, не дай бог, случается, ты будешь во всем виновата. Потому что он несовершеннолетний и ты за него отвечаешь. Я поняла, поняла, поняла. Хорошо, я все поняла прекрасно. Все, спасибо, полицейский. Если что, пожалуйста, кричи и зови. Я прибегу. Житель, успокойтесь, что у вас случилось? Мой сын пропал. Какой сын? Слушай, может, этот тип. Ну, ты, короче, не дай с ним поговори. Хорошо, потому что я же не буду в чужие дела вмешиваться. Если что, короче, придешь ко мне и скажешь. Хорошо, хорошо. Все, давай, давай. Не переживайте, найдется ваш сын. Поговорите, пожалуйста, с полицейским. Тю, очень сильно интересная заваруха получается. Так, и что мне теперь нужно будет делать? Может, малого теперь взять на рыбалочку? Пускай тоже пловит рыбки. Я очень всем надеюсь, что он послушный. Потому что мне приходилось уже сидеть именно с такими. Это бы просто какой-то кошмар. Тихий ужас, можно так сказать. Оу, сколько меда, слушай. Желко. А как ты туда помещаешься, если я там уже годами не вычищаю ничего? Всем привет... Ой, жители свиньи, я не хотела тебя ударить. Всем приветики, ребята. Меня зовут Винка. И сегодня происходит самое невероятное, все, что могло быть. В лесу находим именно жителя, маленького мальчика. И нужно будет сейчас его куда-то приткнуть. Неизвестно, где его родители, но я надеюсь, что его ищут. Ну, ты не забывай подписываться, ставить лайк и написать мне приятные комментарии. Я очень сильно обожаю ваши комментарии читать. Невероятно, очень сильно вас всех люблю. А то чайок-офеек бы пропустишь самый-самый-самый интересный. Если тебе очень сильно интересно, или найдут его родители, или нет, или я, возможно, себе его приусыновлю, или как его там говорится, то ставь лайки. И давай-ка ставь ставки, потому что я сама даже не знаю, какой будет сейчас поворот. Реально. Так, нужно быстренько бежать, и я посмотрю, что же там уже делает. О, ты картину нарисовал? Да. Вау, она очень сильно красивая. Слушай, ты художник? Я просто рисовать эти сильно люблю. Какой ты молодец, господи. Петя, учись. А почему петух стоит на пороге? Он тебя что, здесь не выпускал или что? А он кричал на меня. Петя, что за фигня? Тебе что, перья повыщипывать? Начальника себя включил, угомони свои таланты. Ёлки-палки. Здесь какой-то житель втыкает именно сюда. Чего тебе? Тю, странный какой-то вообще. Ты его знаешь? Нет, впервые вижу. А, ну тогда ладно. Так, ну тогда, короче, смотри. Картинку, и что, ты мне оставляешь, или ты себе забираешь? Себе. Ну, естественно. Я хочу тебе предложить пойти, наверное, на рыбалочку. У меня как раз здесь одна удочка есть. И думаю, как раз надо их будет хватать. Ты как, за или нет? Конечно, я за. Я очень люблю рыбачить рыбки. Отлично. Ну тогда, короче, смотри. Давай так, по чесноку. Я один раз, и ты один раз. Хорошо, да? В рельс, Петя не считается, потому что Петя не умеет рыбачить. Петя, ты пойдешь паситься. Так, ну что, короче, давай тогда собирайся. И мы сейчас пойдем туда. Хорошо. Да, конечно, погода такая себе, но течение очень сильное. Петя, пожалуйста, ты тоже, опять же, остаешься за самого главного. И, пожалуйста, не лезь в воду. Хорошо, потому что ты еще маленький, ты плавать еще совсем не умеешь. И Петя тем более. Он сам пока не тонет. Ну, ладно. Так, вот, держи тебе тогда удочку. И ты стой, и рыбачь аккуратно. Я же надеюсь, ты умеешь обращаться с удочкой. Конечно. Конечно, Петя научит. Да, да, да. Петя научит. Так, ладно, все. Я тогда, короче, сейчас пойду именно в милицию и поврю с этим. Короче, этим. Ну, ты понял. Я уже забыла, как его называют уже. Потому что у него столько кличек. Это просто какой-то кошмар. Все, будьте аккуратны. Если подойдет кто-то, пожалуйста, не разговаривай ни с кем. Потому что бывают и плохие люди. Все, я пошла. Петя, ты за старшего. Только не нужно его задалбывать. Так, а мне интересно очень сильно узнать, что ты ими как продвигается в поисках именно малого. Так. Добрый день, житель. Что вы здесь делаете? У меня пропал сын. Я поняла. Ты тот самый, который еще утром здесь находился? Ну да. Слушай, мне нужно как раз с тобой поговорить. А ну-ка, пошли-ка, наверное, отойдем. И я хочу, чтобы ты как раз узнал, он твой или нет. Ты моего сына нашла? Наверное, пошли. Ну что, это ваш сын? Ого, сколько ты, конечно, рыбы наловил. Молодец. Шесть трески. Двенадцать. Молодец. Слушай, он у тебя очень сильно талантливый. Я очень сильно довольна, что ты мне нашла моего сына. Спасибо тебе огромное. Я не понимаю, как он просто ночью ушел. Мы в основном постоянно цепя держим в двери, чтобы он никуда не выходил. Слушай, так он получается все-таки лунадик, правильно? Ну, получается, что так. Мы шторы завешивали. Ничего его вообще не удерживают. Мы даже не знаем, что теперь делать. И к ведьме ходили, пилили зелье. Просто ничего вообще не понимаю. Слушай, может просто ему нужны сказочки перед сном почитать. И все хорошо будет. Будет очень крепко спать. Ты не пробовал такого делать? Нет, к сожалению, не пробовал. Потому что я очень сильно мало коказочек знаю. Ладно, Винка, спасибо тебе огромное, что ты нашла моего малого. Теперь он сейчас получит ремня. За что он ремня получит? Я тебе не дам его обижать. Он хороший мальчик. Почему ты так с ним именно строго очень сильно? Ну, чтобы он больше не уходил. Так. Давай, пожалуйста, по-хорошему. Или ты будешь с ним аккуратно и нормально, или я тебе сдам милицию. Потому что я против насилия. Да я шучу, Винка, угомонись. Я правда, я шучу. Я хочу, наверное, пойти сейчас с ним. И может купить тортик или мороженое. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, Молу, если что, пожалуйста, мне говори. Мне Петя очень сильно понравился. Я за ним буду скучать. Петя, ты куда убежал? Так, ну, если захочешь, приходи, конечно же, в гости. Я очень сильно буду рада с тобой погулять. Петенька, тем более. Только я не понимаю, почему Петя на радостях убежал. Ну, то ладно. Так, Петя, наверное, пошли домой. Ребята, а вы тогда здесь оставайтесь? Вот, держи, это же твой Молой наловил. Вот, все по чесноку. Ой. Ладно, мой поводок. Ага. Блин, опять поводок. Сейчас, пожалуйста, подожди. Сейчас тебе отдаю рыбку, вот. Держи. Все, а мы теперь пошли. Все, до новых встреч, пока. Петя, пошли домой. Быстренько, быстренько, быстренько. Слушай, может, еще зайдем сюда, именно в магазин? Я даже не знаю. Может, что-то здесь будем куплять? О, сколько здесь очереди. Почему так вас много здесь? Блин, я даже не знаю. Молоко. Мне не нужно молоко. Петя, может, ты что-то будешь? Нет? Ну, ладно, тогда пошли как раз посмотрим, что там фермера делают. Потому что я вижу, там они что-то приют. О, давай, наверное, кавунчик себе возьмем домой. Опа, пока никто не видит. Блин, а почему так мало? Три дольки. Ладно, хорошо. Давай-ка быстренько проходим. Господи, вот это, конечно, ты где там. Ты хоть не потерялся? Давай-ка проходи. О, добрый день, ребята. Как у вас продвижение? Отлично работаем, шеф. Какой я вам шеф? Что вы врете? Так, мне нужно немножечко сена. Я хочу как раз сегодня хлеб сделать. Менка. Да я немножко, вот. Так, все, ребята, спасибо огромное. Я потом еще к вам подойду. Петя, пошли домой быстренько за мной. Так, ну это прекрасно, что именно на такой нотке уже потихоньку все заканчивается. Потому что, если честно, я очень сильно начала нервничать. Где же его родители? Слава богу, что именно родители не такие, которым пофиг, а те, которые именно действительно искали и нашли. Ну что, ребята, вот такой у нас видеоролик прекрасный получился. Я надеюсь, что тебе очень сильно понравилось. Мне безумно. Все, не забывайте подписываться, ставьте лайки, написать мне приятные комментарии. Я безумно буду ждать именно ваши сообщения, ребята. Так, все. До новых встреч. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.